Рад приветствовать вас на своем канале, с вами снова Хакуору и заготовьте много чего вкусного, попить, поесть, потому что сегодня у нас около 10 килограмм артбуков, только артбуки, манги здесь не будет, так что давайте смотреть, я забыл как называется это произведение, вроде бы Харемия, по нему взял артбук, много чего набрал, так что по названию, хотя может по превьюшке поймете, хотя я не знаю, что я там сделаю на превьюшке, либо я все артбуки поставлю, либо просто коробочку и напишу распаковка артбуков, так он в пленке, давайте раскрывать и смотреть, все данные артбуки были именно мною заказаны, то есть для обзора, для показа, так что пленочку можно спокойно взять и без каких-то угрызений совести снять и посмотреть все артбуки, так, это у нас уменьшенный формат, точнее не такой большой, как остальные, на фоне их он кажется малышом, хотя есть еще и мини-издания, это по баскетболу-куроку и еще по волейболу, вот они реально мини, так и называются в принципе, этот же такой, чуть меньше, чем А4, давайте смотреть, так, но в руку зато помещается, ух, как мило все, Харемия, не Харемия, в общем, прикреплю название здесь, как в виде текста, так, ну такой красивый, знаете, цветных моментов до хрена, ну только я не знаю, это по манге, либо по аниме, не, похоже, что да, по манге, весь его просматривать здесь мы прям не будем, так, немного пролистали и поехали дальше, потому что по данному произведению взял просто потому, что на добор, так сказать, чтобы там вес набрать для этих, для посылки, далее идет очень что-то интересное, данный артбук мы будем обозревать полностью тоже в ролике про Доро Хидоро, как вы поняли, может не поняли, оригинальный японский артбук Доро Хидоро, к слову, один из, второй точнее, по цене, да, второй по цене, первый, вы, вы удивитесь, что тут будет первым, нет, сразу говорю, не Bleach Jet, который стоит около 80 тысяч рублей новым, не он, какой-то стикерочек и, ух ты, основная обложка, хотя нет, тут супера, наверное, нет, в общем, это обложка, взгляните, ну в стилистике Доро Хидоро, да, то есть если бы здесь какой-то эффект не вставили, то это был бы не Доро Хидоро, так, немного делаем, вот так вот, сюда это убираем, это тоже убираем, давайте открывать, откройся, спасибо, форзац, такой, серебряный что ли, темно-серебряный, оу, боже, они софт-тач, софт-тач, охренеть, ну ладно, не все, так, ну и артов здесь реально дохрена, я смотрел данный артбук еще в онлайне, мы уже на какой странице, на 13-й, давайте отлистнем до конца, посмотрим сколько, а, для чего создали содержание, наверное, просто по приколу, чтобы оно было, или тут его нет, а, тут содержания нет, ладно, хорошо, 339-я страница, ну ладно, Доро Хидоро, тоже посмотрим, как я и сказал, именно на обзоре, когда будет и с мангой, не забывайте, у меня есть полное издание, точнее, полное собрание всей манги Доро Хидоро. Наруто, финальный артбук, очень хотел бы посмотреть, потрогать, подержать и всякое такое, в итоге вот Наруточ у меня, в пленочке новенький, свеженький, так, он же в пленке, он не в пленке, но свежий, новый, странно, почему не упаковали в пленку, вроде бы артбука стоит полторы тысячи йен, вот, думаю, и на ценник, сзади Саски, спереди Наруто, но это только супер, на основной же, давайте смотреть, на основной Наруто Узумаки, и сзади, угу, герб клана Узумаки, так, или же не Узумаки, они вроде Узумаки, смотрим, здесь у нас разворотик, ребята Индра Яшура должны были быть, ну, типа, им этот, передает силу, дед-пердед, как сила этих его сыновей, выглядит очень красиво, здесь же у нас, из фильма Ласт, красивый арт, Так, а тут у нас Наруто, такой весь, накрашенный, раскрашенный, нарисован будто бы карандашами, что-то у нас идет далее, угу, много разных артов, обложки вижу, да, обложки есть, ну, годно, так, смотрим далее, One Piece Dragon, данный артбук вы у меня видели, Он у меня в личной коллекции, в ролике One Piece, лучшая коллекция манги, который я не продавал, но в итоге, один человек, что он не запечатан, мы рыли, черт побери, мой был запечатан, мой был еще и первого тиража, так-то, Так вот, один человек предложил мне немаленькие деньги и, да, шило на мыло поменял, мой был в идеале, черт побери, он помялся, реально неприятненько, ну, хотя бы страницы целые, то есть, все в порядке с ним, Этот арт я как будто бы пропустил, годный, ну, да ладно, ничего страшного, идем далее, так, здесь у нас идет артбук, оу, черт побери, вот его я реально хотел давно подержать, посмотреть, и, ну, тут, думаю, понятно, Слем Данк, Инота Кихико Иллюстрейшнс, давайте уберу отсюда Падору Хидору, потому что места сейчас у нас, ну, вскоре, уже не будет для того самого артбука, который стоит дороже всех, так, Инота Кихико, у него по Слем Данку вроде бы три артбука, либо же два, что-то в этом, да, три, три точно, один по анимации, другой типа в школе, на доске и третий, адекватный артбук, Который, я ебал рот доставки, так сказать, немного тут помялся, но ничего страшного, давайте смотреть, встречает нас на основной, Инота Кихико Иллюстрейшнс, ничего такого интересного, Форзац синий, и далее идет Инота Кихико Иллюстрейшнс, Инота Кихико Иллюстрейшнс, нам это уже сказали четыре раза, начиная с супер обложки, и, воу, так, бумага здесь обсетная, к сожалению, Но это делает его очень-таки легким, и от этого, даже, знаете, как-то приятно его будет держать на полке, на верхней, потому что обычно артбуки я храню на нижних полках, потому что они, ну, тяжелые, так сказать Этот же легенький, и можно его спокойно хранить даже на верхней полке, без опасений того, что он может вам ее нахер пролмить Так, два неожиданных артбука, которые, думаю, вы не думали, не ожидали здесь увидеть Это у нас по KFD артбук и артбук по самоцветам Самоцветы только недавно вышли, а уже начали всем нравиться Манго от Азбуки, именно от Азбуки недавно вышли Так-то самоцветы давно уже как бы выходят К слову, манго сейчас немного в перерыве До конца 2024 года, ой, точнее, до начала 2024 года Почему? Я не вдавался о подробности, но видел инфу, то, что так произошло Так, слушайте, в KFD мне уже нравится артбук Почему? Потому что у него такая интересная текстурка В виде, надеюсь, вы видите Или услышите Как будто бы бамбук Так, ну давайте начнем с этого Очень интересное оформление Золотые в крапинке Эффект Молодцы, молодцы, и сзади тоже В стиле, так сказать, самоцветов Обложка не подвела Азбука нас, в принципе Так, подождите Что? Эта книга читается так Рыли, рыли Опять Снова Here we go, gain Ну ладно Справа налево Слева направо Основная обложка В виде просто зарисовки Интересно, интересно Давайте листать, посмотрим, что же здесь у нас есть Это у нас обложка первого тома Обложка второго тома Обложка третьего тома Ладно Оу, вот, наконец-таки, годный контент Надеюсь, что тут спойлеров не будет Таких Кто-то там разбился Какие-то карточки Что это? Ценник Черно-белые панели из манги О, ну, наконец-таки Я думал, что тут будут только эти панели Артбук Ну, ладно, иллюстрейшн бук, наверное Правильнее будет назвать Неплохо, неплохо И в конце и в начале нас встречает калька Что очень годно Люблю кальку Она выглядит красиво И дополняет артбук Есть еще и за ним Какое-то изображение Такое смысловое Либо же, которое придает ему эффект То вообще будет круто Как это было в монстре Но почему-то здесь просто Название Ну ладно Идем далее Давайте смотреть КРД Ценник Вот сюда Так, что же приготовил для нас КРД Я КРД, честно, не смотрел Мне очень интересно Самому посмотреть Так Основная обложка Ну, естественно Я не помню, кто там автор Но автор всегда любит основные обложки Менять такие в виде рофликов Либо же Как это было в 12 томе В виде откровенного контента Так, разворот Огромный разворот какой-то здесь должен быть, да Который я Нет, я могу достать И не такой уж он и огромный Но он будет побольше На обороте здесь Кабанчик Незуко Зеницу И Дандиро Дандиро Ладно Идем далее Давайте смотреть уже весь артбук Недавно начал вдаваться в подробности Насчет джампов Ультра джампов Сенон джампов Уикли джампов И так далее И понял то, что у них там есть Так много Да, еп твою Так много дополнительного контента Которого не видели люди Я был в шоке Вы знали то, что есть Эксклюзивная обложка для КРД Там просто вот можно вырезать ее и сделать Эксклюзивной Затем есть еще эксклюзивная обложка для черного клевера И для моей геройской академии В коллаборации То есть тот автор нарисовал такой арт А тот тут И так далее Очень много чего интересного Для магички тоже есть Эксклюзивная обложка Также там Помимо этого много интересных артов Которых не было Цветные панели Которые вы могли видеть Где-то искали Но нигде не находили То есть откуда И это оказывается Просто было все в гигаджампе Взял себе 2021 года Прикреплю изображение И новое 2023 Да в принципе покажу все то, что взял Я делал пост в Телеграме Не забывайте подписаться Для того, чтобы не пропускать Такие интересные моменты Так как там я делюсь всегда Всяким таким Годный артбук Черно-белые панели Также присутствуют Ну а мы идем к последнему К самому К самому К самому дорогому Дай Джобу Дэшо Да, такими Юайму Вообще-то должно было быть в начале Но Не в начале Он еще и скотина Ха-ха-ха Тяжелый Джорджо Веллер Наконец-таки Так, стоп Распаковывать мне Джорджо Веллер здесь Либо же Хотя давайте нет Тут распаковка Все Обзор будет полноценный Я позже выпущу на каждый из них Обзорчик Покажу их вам Так Вскрывается он Надеюсь то что Не так тяжело На камеру будет недолго Чтобы Слишком не разрезать Там весь хронометраж Надеюсь то что ролик Получился тоже еще и длинным Таким Умеренным Не на час Не на два Но на минут 40-30 Джорджо Веллер Был запечатан Чтоб вы понимали В две коробки Я для начала Искал его Открываю первую коробку Смотрю Еще одна коробка И там Джорджо Веллер Это было круто Реально круто К слову Еще один артбук Такой же Ну имеется ввиду По значимости В принципе по цене Даже дороже Упаковывается так же То есть в коробку отдельно И в еще одну коробку Специальную То есть с названием Это у нас Блич Джет Гигантский артбук У Джорджо Веллера Кстати Есть еще издание Золотое В прямом смысле Как же красиво Все это подается Ёлки-палки Взгляните Ребята Впервые открываю Такое чудо Такой артбук До восьмой части Ну естественно Девятое еще Только начало выходить Опаньки Эту коробку мы Я думаю То что не буду выкидывать Так как вы сами знаете Где можно Все то что было В ролике приобрести Давайте смотреть Так Осторожненько Оп Не повредим коробку И Оу Черт побери Да Да это ж Да Не закрывайся Пожалуйста Как-то Как-то надо же Вот демонстративно Вот Продемонстрировать Это все И как его вытаскивать Как-то по-красивому Чтобы Ну Не пострадал артбук Ну что Бликует что ли Я не пойму Золотые Там какие-то Нихрена себе Взгляните Вот там вот Надпись Я поставлю Вот так вот И Вытащу Я уже перебил Все камеры Опаньки Тут есть что-то еще Какой-то History Размерчик у него Вот слушайте Я его взял сейчас в руки Я охренел Он реально гигант По сравнению С нашим гулем Блин Хотя Плюс-минус одного И того же размера Но тяжелый Вот реально тяжелый Так Чистим Чистим Все Чтобы было здесь Чистенько Неприемливо Будем раскрывать Артбук На самой коробке Вот так вот Чтобы Ёпта Мать В чем мои руки Гудненькая обложка С Джонни Из восьмой части Джонни Я же не путаю Подождите Джонни Джоски Ёлки-палки Джонни Это седьмая часть Че я Оуу Что это за лист Непонятно Какой-то лист Карта Если это карта Восьмой части То я не знаю Что это Потому что Восьмую часть Я еще не читал Так Он вообще Помещается там В объектив Или Дай бог Как я и говорю Да Все-таки он больше Чем наш гуй Ну слегка Давайте Смотреть Оу Да ёптво Ха-ха-ха Ох Блин Здесь страницы Так Я не пойму Глянцевые Или меловка Тяжело понять Вроде глянцевые Вроде меловка Меловка Йоу Ну это годно Супер годно Мега годно Джоджу Виллер Оу Так Ладно Что-то я уже Залистался Давайте смотреть Далее Что там у нас Идет В Джоджу Виллере Не волнуйтесь Я красиво Его обратно Упакую Как он и Должен лежать Вот с этой хренью Специальной Которую что-то не зря Вложили Как я думаю Потому что она И с другой стороны Есть Если что То есть это не зря Кладут Для чего-то Если это кладут Значит Оно должно быть Внутри Здесь у нас Пергамент За которым Что-то тоже Лежит Куда Как это Как достать Воу Воу Что же это Стенды И хистори История 1979 год По 2013 Хмм Какая-то книжечка Супер обложки У нее нет Но она Выполнена Из Из миловки Да из миловки Всякие факты От Джоджо Наверное Приколюхи Естественно Все на японском Какая-то книжка Которую я ничего не знаю Я спрошу у своего друга Который шарит за Джоджо И узнаю Что это Так лучше я это положу обратно А не сюда Сбоку Так И далее у нас Люд Стенды Что это за книга Тоже без понятия Ну По названию В принципе думаю Понятно Она не достается Она досталась Нихера Она здоровая Йоу Взгляните Тут у нас Наверное Все Оуу Черт побери Вырез Ну не вырез Это специально Принт так сделан Йоу Йоу Тут здесь Все стенды Охереть Вот эта книга Вот это ништяк Вот это реально Контент Я такую книгу Вообще нигде не видел Оказывается Она здесь лежала В Джуджо Виллере По восьмой части Ох По седьмой Вот тут мы разгуляемся Ребята Вот тут у нас Обзоры на седьмую часть Вот будет просто Пушкарем Так Надо все поправить Чтобы все красиво Здесь лежало Чтобы ничего не пострадало Ничего никак не изнашивалось Вот так Все очень красиво Сложили Так Ну и что Мои дорогие друзья На этом Сегодня распаковка С артбуками Заканчивается Спасибо за просмотр Обзор По артбукам Естественно Естественно Получше Подетальнее Рассмотрим Полистаем Все артбуки Опять таки Повторюсь То что Драгон Мы рассматривали С вами В ролике Лучшая коллекция Аванпис Если вы хотите Посмотреть То переходите Смотрите Этот ролик Там все Я показал Все рассказал Интересно Круто Остальные Артбуки Получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь артбуков Остальных Мы рассмотрим С вами позже Ну и До встречи До встречи Ребята Переходите По ссылочке В описании Телеграммчик Оставляйте Комментарии Лайки Подписывайтесь А также Я продаю Всю мангузь Майкарекции В моем Телеграмм Магазине Ссылочка В описании Ёб твою мать Его даже Так нельзя Трогать Только в перчатках Только в перчатках А он Беливый был Артбук Стоит А сколько он стоит А сколько же Да ёб твою Сколько же он стоил На коробке Точно На коробке Была цена Цена Сколько Одиннадцать тысяч Йен Нихера себе Нихера себе